здравствуйте мои уважаемые подписчики как выпускнику map найти работу вопрос который достаточно у многих выпускников встает после получения диплома как мне найти работу посмотрим что студент первого курса может сделать для себя полезного чтобы у него не возник этот вопрос после окончания обучения в университете есть несколько ступеней которые приведут вас к тому что у вас уже будет предложение а может быть и не одно о работе концу четвертого курса рассмотрим каждое из них это ступени следующие эта практика на предприятиях работа на предприятиях свободны от учебы время например на каникулах это создание связей в пищевой отрасли это вы показываете свою полезность когда вы приходите работать на предприятии вы владеете компьютерными программами которые необходимы для выполнения работы инженера вы владеете коммуникативными навыками рассмотрим каждое из этих шагов подробнее практика на производственных предприятиях после каждого курса после первого второго и третьего курса пять недель вы проходите практику на предприятии практика обычно организуется централизованно то есть кафедра вас отправляет куда-то на практику если вы хотите чтобы проходить в каком-то конкретном месте то вы приносите письмо с этого предприятия в котором предприятие выражает согласие взять вас на практику и оформляете все документы договор университета с этим предприятием и прочие формальности которые вы узнаете в своем деканате что конкретно нужно чтобы оформиться на практику на это предприятие приходя на практику я рекомендую таким образом ее распределять после первого курса вы работаете слесарем-ремотником оборудования после 2 курса вы работаете механиком по оборудованию после 3 курса вы работаете инженером-конструктором оборудования вы можете проходить практику не только на пищевых предприятиях Вы можете проходить практику на машиностроительных предприятиях, которые проектируют, конструируют и производят оборудование для пищевых производств. Проходя практику, вы нарабатываете связи в отрасли. Связи, которые потом помогут вам с трудоустройством. Если вы ответственный, если вы выполняете свои обещания, которые даете при прохождении практики и получаете дополнительные преимущества при трудоустройстве. Следующее. Кроме практики, которая длится 5 недель, я рекомендую вам задержаться на этом предприятии, на котором вы проходите практику, еще на месяц. Вы заканчиваете практику и возвращаетесь на это предприятие работать до конца ваших летних каникул. Тем самым вы делаете более прочным ваш фундамент, делаете более прочным ваше знание, получаете опыт работы на предприятии. Вы можете проходить практику на одном предприятии, а работать на другом. Таким образом вы расширяете свои связи, вы расширяете свои контакты и свой опыт. Далее. На практике или когда вы работаете на летних каникулах, вы максимально показываете свою полезность. Что вы знаете на тот момент, когда вы пришли на практику, на тот момент, когда вы пришли поработать на летних каникулах. От вас, как от студента, не будут требовать каких-то сложностей в выполнении. Но вы, если вам поручили какую-то работу, сделайте ее максимально. Вы вложите в нее все свои знания. Далее. Следующее. Это владение компьютерными программами. Сейчас уже невозможно не владеть компьютером. Владение компьютером является обязательным. Я перечислю те программы, которые необходимы выпускнику MAP. Это офисный пакет программ Word, Excel, PowerPoint. В Excel вы делаете расчеты технологического оборудования, технологических линий. И вы можете, уже учась в университете, сделать себе заготовки таких файлов с расчетами. У вас будут дипломные проекты по теории машин и механизмов, деталям машин, процессам и аппаратам пищевых производств, технологическому оборудованию пищевых производств, расчетно-графические работы по метрологии, стандартизации и сертификации. Вы эти работы можете делать. Все расчеты, которые вам там предлагается сделать, вы можете сделать их в Excel. Вы можете себя проверить, насколько хорошо вы знаете эту программу. Я назову вам функции, которые знают люди, которые владеют Excel на уровне выше среднего. Это функции WPR, GPR, поиск позы, создание и редактирование сводных таблиц, а также дашборды. Word используется для подготовки отчетов, различных технических документов, инструкции по эксплуатации. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете этот инструмент. Автоглавление, поля слияния, вставка картинок, вставка таблиц, колонн титулов. Посмотрите, насколько хорошо вы знаете этот инструмент. У вас аккуратное оформление документов. Выравнивание по ширине. Есть заголовки и подзаголовки. PowerPoint. Программа для создания слайдов. Слайды нужны для того, чтобы донести вашу мысль до другого человека или группы людей. Слайды это наглядно. Слайды это приятно видеть и понимать, что человек разобрался в материале и смог сделать презентацию. По своему опыту преподавания могу сказать, что студенты, доучившись до четвертого курса, не умеют использовать PowerPoint. Я рекомендую вам использовать книги Нэнси Дуарте и Алексея Каптерева для повышения своих навыков в создании презентаций PowerPoint. Кроме этого, есть определенные сайты, на которых вы можете научиться владению компьютерными программами, о которых я скажу в конце этого видео. Далее переходим к узкоспециализированным программам, которые нужны вам как инженеру. Это программы для создания чертежей и 3D моделей. Компас, Автокад, Инвентор. Эти программы, хотя бы одну из них освоите в совершенстве. Выберите, например, Компас, или выберите Автокад, или выберите Инвентор и освоите их в совершенстве. Умейте делать чертежи, 3D модели, пользоваться стандартными библиотеками, шаблонами, уметь делать параметрические чертежи. Далее программа для расчета механических передач, таких как редукторов, валов, цепных передач, ременных передач. Это программа APM WinMachine. Это мощный комбайн, который позволит вам упростить значительно вашу работу, если вы работаете инженером-конструктором. Или найдите и используйте какую-то аналогичную программу. Кроме этого, есть программы для теплотехнических, гидравлических и холодильных расчетов. Найдите их и освоите. Кроме этого, я рекомендую, это уже более высокий уровень владения компьютером, это освоить программирование. Например, на Python или VBA. Visual Basic for Application. VBA используется в офисном пакете от Microsoft. Excel и Word поддерживают макросы VBA. Кроме этого, в AutoCAD есть собственный язык программирования AutoLisp, который позволяет манипулировать чертежами и сокращать срок их создания. Я говорил выше о сайтах, на которых вы можете учиться компьютерным наукам. Это Coursera, это Stepik. На этих двух сайтах есть много бесплатных курсов. Или курсы условно-бесплатные. То есть, если вам не нужен сертификат, а вам не нужен сертификат, вы пришли за знаниями, вас будут оценивать по знаниям. Вы проходите курс, нарабатываете себе эти навыки, умения пользования этими компьютерными программами и используете это умение в работе. И еще один сайт называется Udemy.com. Этот сайт полностью платный, но у них есть очень выгодные опции. Если вы покупаете, допустим, вы зарегистрировались, и вы покупаете в течение недели какой-либо продукт, то он вам обойдется от 1000 до 2000 рублей. Хотя стандартная цена может быть 20, 50 или даже 100 тысяч рублей за курс. На Udemy вы можете пройти курсы по Word, Excel, PowerPoint. Если вы сделаете хотя бы часть того, о чем мы говорили, если у вас будет свое портфолио работ, чертежи, расчеты, 3D-модели, инструкции по эксплуатации, которые вы уже написали, пусть это будут черновики, но вы придете с этими черновиками на... У вас будет задел, которого не будет у других людей. Кроме этого, у вас будут знакомы знакомства и связи на производстве, которые вы наработаете за 4 года учебы в ВУЗе. Спасибо за внимание. Чтобы узнавать о новых видео, подпишитесь, поставьте колокольчик. Как только новое видео появится, вам придет уведомление. Желаю вам успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok